Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня я вам прочитаю сказку Валюшкина комната. В детской комнате у Валюшки всегда было шумно и весело. А её игрушкам и вещам очень хотелось побыть в тишине и отдохнуть. И однажды их мечта сбылась. Валюшка с родителями на всё лето уехала на дачу. Вещи в детской комнате обрадовались. После отъезда хозяйки они погрузились в тишину и даже часы не тикали. Никто не кричал, не бегал, не прыгал. Никто их не трогал. Но постепенно вещи стали скучать по своей хозяйке. Первыми не выдержали шторы. Они зашуршали, стряхивая себя с слой пыли. Да чего же скучно! Да уж, отозвалась из угла маленькая матрёшка. Меня так и тянет прыгать. Возле кровати аккуратно стояли Валюшкины тапочки. Они были близнецы. Только один правый, а другой левый. А мы бы потанцевали, пошлёпали, побегали. Тапочки всегда говорили хором. Один тапочек попытался крутануться на носке. Как это часто делала Валюшка. Но у него ничего не получилось. Скорей бы приехала девочка. Куклы скучали на полке. Плюшевый Мишка и Зайка играли в ладушки. А я не хочу, чтобы девочка вернулась громко, сказал кто-то. Все вещи и игрушки с недоумением посмотрели в сторону. На говорящего. С потолка спускался довольно большой паук. Он раскачивался на своей паутине и смеялся. Я всё здесь заплету паутины. Буду тут главным. Пыль, грязь и паутина. Что может быть лучше? Ха-ха-ха. Все с ужасом посмотрели на него. Но вдруг входная дверь распахнулась. И в квартиру ворвались голоса и смех. Ура! Мы дома! Кричала Валюшка, забегая в детскую. Моя любимая комнатка. Ой, как же тут грязно. Девочка убежала и вернулась с веником и тряпкой. Она раздвинула шторы, открыла окно, впустила свежий воздух. Паук еле успел унести ноги. Он забился в самый дальний уголок и собирал вещи, чтобы переехать в другое место. Игрушки радовались, что скоро будут играть вместе с Валей. А тапочки уже сидели на ножках и помогали девочке с уборкой. Вечером, когда Валюшка заснула, все вещи в детской комнате смотрели на нее и думали, как же они любят свою маленькую хозяйку. Продолжение следует...